История как из сказки. Его воспевали в легендах, восхищались и признавали королевским цветком. Все это о тюльпане. В России это уже традиционный символ 8 марта. Сейчас букетик из нежных цветов доступен всем, но были времена, когда люди готовы были отдать за луковицу этого растения целые состояния. Сам аленький цветочек в дикой природе растет в Казахстане и Средней Азии. Выращивать их в садах идея восточная. Когда турки захватили Константинополь, символом власти стал да-да, именно тюльпан. Голландцев они тоже свели с ума. А вот прародители современных цветов в России свели еще во времена Петра Первого. Сейчас эти нежные цветы растут не только по всему миру, но и у нас в Хакасии. Читая инжеваткиных из Абакана, занимается их выращиванием вот уже 11 лет. Каждый год что-то новенькое, будь то принцип выгонки, полива, земля и, конечно же, сорта. Красные, белые, желтые, с каймой и без. Есть даже такие, которые благоухают. Попробовали сначала, как всегда, маленько, потом больше, больше. Но вот сейчас дошли до определенной цифры, которая позволяет нам выращивать наше тепличко маленькое в Абакане. Выращиваем мы тюльпаны в Абакане, на своем собственном участке. Сорта пытаемся каждый год обновлять, пробовать, экспериментировать. Правда, чтобы порадовать женщин к их главному празднику, приходится работать долго, с ночи и до утра. Ведь на выращивание одного тюльпанчика уходит целых полгода. В октябре луковицу укореняют и хранят в прохладном месте до января. А вот потом самое сложное. Нужно постоянно поддерживать температурные и световой режимы. Вся эта красота – результат полугодового труда. Нюансов при выращивании самого женского цветка много. Мало или много света не взойдет. Например, у семьи Инжеваткиных сортов тюльпанов целых 10. Но, говорят владельцы, если с цветком подружиться, можно добиться отличных результатов. Анастасия говорит, за время, что они занимаются этим красивым делом, было немало курьезов. В один из годов выращивали пиановидный тюльпан. Люди морщились и говорили, что продавцы цветы стригут ножницами. Но чаще всего встречается просьба – букет прямо с луковицами. И ты не можешь его никак не оформить, ну, никак не что. И люди говорят, я говорю, давайте я вам настрегу луковицы. Я вам пакет лучше луковиц привезу. Но, в смысле, они говорят, что типа, ну как вот, типа луковицы – это, ну, залог того, что это реально вы сами выращиваете. Вот такие бывают запросы клиентов, но все позади цветы куплены. Как же продлить этому нежному цветку жизнь? Первое правило – ничего не добавлять в воду. При хорошей срезке, то есть свежем тюльпане, если утром просто менять ледяную воду каждый день в вазочке и делать свежий срез от пяти дней, то есть пять дней минимум, но это опять же, если вы не будете ставить на солнечную сторону, если вы не будете ставить над батареей. Обязательно обращайте внимание, если берете цветы с улицы на ножку. Если она потемневшая, тюльпан долго не протянет. И не гонитесь за большими бутонами, они быстро распустятся и цветок завянет. С наступающим праздником! Полина Назарова, Андрей Доржу, РТС. Полина Назарова, Андрей Доржу, РТС. Полина Назарова, Андрей Доржу, РТС. Полина Назарова, Андрей Доржу, РТС.